всем добренького утречка добренького дня или добренького вечера смотря в какое время вы смотрите этот влог в общем всем приветики у нас 15 декабря мы сегодня утром побывали в семейном магните купили мандарины мандарины стоит почти 58 рублей за килограмм и взяли бананы почти тоже 58 57 рублей за килограмм гранат магните семейным тоже по хорошей цене 83 99 84 рубля за килограмм взяли два штучки всегда брали мандарины на петровском рынке оптом ящиками и помнится мне что китайские мандарины мы уже покупали в октябре месяце потому что они ранее и рано заканчиваются в ноябре в конце ноября их уже по моему нету но в этом году что-то пошло не так куда делись мандарины ездили мы как-то на петровский на петровском тоже нет нормальных мандаринов да и цены почему-то какие-то знаете заоблачные в этом году запретом ввоза фруктов овощей то ли еще что непонятно но в общем не знаю куда делись мандарины мандаринов вкусных нормальных нету девчат те кто из оренбурга поделитесь пожалуйста где вы покупаете мандарины девочки из других городов у вас как дела обстоят с мандаринами у вас проблематично купить вкусные мандарины или нет в магните у дома мандарины они знаете прям такие огроменные как апельсины и такое чувство их берешь они как будто бы там в кожуре болтаются но сегодня вот в семейном магните мандаринки были хорошие тимоша у нас сейчас не ходит в школу я уже в одном из блогов говорила что он он себя стал чувствовать плохо среду 9 декабря он у нас пришел со школы и ближе к вечеру начал жаловаться на боли в желудке в четверг тимофей проснулся чувствовал себя плохо болел живот оказалось поднялась температура после у нас пошла сыпь какая-то по телу типа крапивницы открылась рвота по носу короче весь букет и все все до кучи температура 38 с лишним и сейчас у нас сыпь проходит воскресенье у нас по нос рвота закончились и воскресенье у нас еще сухой кашель появился сыпи стало меньше и вчера в понедельник мы поехали к дежурному педиатру доктор посмотрела и сказала что больше похоже на кишечную инфекцию на сегодняшний день нету ни поноса ни рвота не температуры но есть сухой кашель и не немного еще сыпь по телу в общем точно не известно что кровь у нас в поликлинике пока не берут сегодня мы ждем доктора на дом чтобы педиатр оценила на сегодняшний день сыпь на теле измерили кислород в легких на пальчик такая штучка одевается теперь она наверное применяться будет всегда и везде сказали что все нормально 99 процентов кислорода в легких все замечательно коронавирус исключили красную уху исключили и подозрение на кишечную какую-то инфекцию в общем не знаю в школе мы получается в тот понедельник мы вышли школу возможно тимофей где-то ее подцепил эту кишечную инфекцию ни меня ни горька ни варюнку эта кишечная инфекция не настигла поэтому посмотрим что скажет дальше нам доктор ждем педиатра вот пришел пить водичку пока я фрукты мою фруктов хоть и кожуру счищать нужно я всегда мою и мандаринки и и бананы помыла фрукты сложила в чашечку поставлю на стол кто захочет подойдет и возьмет сегодня пятница 18 декабря время еще ранее варюшка вчера на ночь решила нарисовать рисуночек на картинке у нее снег прошу прощения я еще не приводила себя в порядок еще лохматая варюшка вчера рисуя снег на листочке дала мне задание говорит на я завтра проснусь ты мне тоже нарисуй рисунок снег я конечно же пообещал у доченьки нарисовать рисунок пока варюшка спит рисую и сейчас тоже повешу на холодильник чтобы варюшка проснулась и увидела мамин рисунок как тебе я справилась заданием варюша вчера кошечку себе нарисовала и так спать легла навожу порядок у меня под мойка хранятся баночки баночки какие-нибудь консервы которые могут без холодильника стоять навела здесь порядочек бутылки пустые выбросить эти банки отвезти к родителям гараж потому что они пригодятся единственное вот эту банку не знаю выбросить или не выбрасывать у нее должна быть завинчивающая крышка но она испортилась я крышку выкинула а банки девчат мне вот стеклянные банки не позволяет совесть выбрасывать я не знаю почему так ну наверное она поедет гараж может быть найдется для нее крышечка а еще вы наверное обратили внимание я убираюсь в перчатках там у меня еще руки намазаны кокосовым маслом когда наступает зима девчат вы не представляете что с моими руками начинает твориться кожа рук у меня сразу реагирует на непогоду кисти рук у меня настолько приобретают безобразное состояние что представьте в мелкую трещинку все руки как бы обмороженная кожа что ли становится такой вид еще и помимо в красный как кровь крапинку в красную даже не знаю как это описать мне реально стыдно появиться с такими руками где-то в общественном месте люди просто испугается нет перчатках убираться неудобно но теперь я себя буду заставлять одевать перчатки правда я и уже себя сколько заставляла девчат до улучшения состояния моих рук но буду себя как-то не знаю надо надо приучать приучать убираться в перчатках мне жалко мои руки у нас сегодня у собачулин купальный день боньку накупала ноготочки постригли бонька трещу это замерзла ну вот и 2 чистенький у нас суббота 19 декабря жарю гренки варю молочную кушеную кашу готовлю уже давно уже не готовила шашлык на газу что это значит просто жарю мясо мариную лук получается как шашлык очень вкусненько нарезала свинины где-то кило 600 наверное было первую часть пожарила уже и маринованным лучком поступала вторая часть жарится приправы еще поэтому маслечко такое цветное здесь намариновала много лука чтобы прям очень-очень вкусно было получилось много шашлыка целая кастрюлька перемешала с лучком можно кушать всем кто кушает приятного аппетита девчата я по моему забыла рассказать вам как мы сходили к врачу и вообще по моему я не рассказывала что нам к нам врач приходил на дом во вторник нас посещал наш педиатр участковый мафе покрылся нас пятнышками знаете я думал это что настолько все быстро возможно пройдет на камеру я не снимала пятнышки надо было наверное все-таки заснять и показать какой ужас просто был доктор у нас очень молоденькая на участке она посмотрела как это обычно делается педиатр обычно рекомендуем госпитализацию мы написали отказ у нас ни рвота ни поноса уже не было настолько беспокоила сыпь и сухой кашель температура у нас нормализовывалась диатр нас осмотрела дома следующий прием был назначен на 18 декабря в пятницу и вот вчера мы ездили в поликлинику опять же нас посмотрели и сказали в понедельник сдать анализы 21 декабря мы пойдем сдавать анализы и посетить надо инфекциониста показать нашу сыпь сыпь как таковой точнее даже не сыпь а у нас сыпь прошла стали облазить кисти рук и ладошки на лице тоже у тимофей сейчас покажу тоже сухая сухая кожа кашля уже как такового нет температуры нет но вот это вот непонятное какое-то раздражение по коже а точнее какое там раздражение там облазит кожа сейчас сейчас покажу вы ужаснете вот наши ладошки на сегодняшний день такое состояние кожа облазит тимофей и и просто вот сдирает это не для слабонервных конечно картина вот так выглядит руки сухая сухая кожа тимофей говорит даже чувствительность пропал да смог ну не так сейчас чувствуешь уже до так чувствуется до этого чувствительность была слабая пальчики зажали как буду глазки красные у нас мы также лечимся капаем в глазки капельки и лицо не знаю камеру передаст состояние кожи не знаю нет но вот здесь вот все облазит и то есть даже лоб и даже появилась сильная перхоть то есть как бы кожа очень очень сухая картина конечно не для слабонервных скажу что такое у нас впервые аллергических реакций каких-то у нас вот в таком виде никогда не было и до конца неизвестно что это такое и исключили красную уху исключили корь то есть симптомы не не похожие с этими инфекционными заболеваниями педиатр говорит что возможно энтеровирус он постоянно мутирует и возможно так проявился энтеровирус опять же это не подтверждено еще посмотрим что в понедельник нам скажет инфекционист еще педиатр говорит что возможно похоже на скарлатина но опять же не совсем похожи на скарлатину если была бы скарлатина то облазили бы облазили бы стопы но стопы у нас совсем совсем не облазит это вот у нас только руки облазит и раздражение на ногах получается с внутренней стороны бедра на двух ножках вот это вот раздражение есть раздражение еще осталось у нас воскресенье 20 декабря детки из слоеного теста у нас очень любят пирожочки с фаршем до днях ловушка попросила испечь пирожки попросила их сделать маленькие я уже как-то делала миленькие-миленькие очень понравилось решила повторить детки хотя сегодня я их лицом не стала смазать иногда не смазываю желточком желток с молоком мешаю хоть смазанные хоть не смазанный яичком с молочком они все равно получаются очень вкусными хоть и бледненькие вот сколько много у нас их получилось а я продолжаю готовить завтрак доброе утречко доброе утречко дочка вы спали яички сварились любимый цвет потому что любимый цвет красивый маленький получились маленький да ты хочу да ты рада да какое милое создание ты хотела такой же да не куда же нам доченька а где они так куда взяли дома у них где такой ложечек это ёжичек и малышке двойня написано и чекай книги почему-то потому что маленький дочечка мы собираемся немножечко прогуляться тьмох у нас больше недели сидит дома выбирался только выбирались только с ним в поликлинику воздуха вообще не дышали поэтому хотя бы на чуть-чуть прокатнуться на машине до куда-нибудь на елочку посмотреть может быть в расташе доедем но еще точно не решили сейчас решим если в расташе мы погуляли домой приехали поужинали на завтра обещают минус 30 минус 35 градусов на улице и дома уже стало холодать я прям захотела кофту одеть тепленькую а не то что-то что-то такой вот девки да что такой злочек ты думаешь что давай на ручка ползущая Мне было надо мою размеру, а я взяла свои размеры. Это мои. Они еще не малы. Одни малы. Малы? С кошечкой новинок. Нет, одевай, одевай, дочка. Посмотри, какая у меня малая. Представляешь? Представляю. Дорогие. Оставь мне. Вдруг я куклу какой-то подойдет. Хорошо. Смотри, мама с губки почистила. Кушай, еще очистить? Нет. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok